14 лет подряд в канун Дня Народного Единства проходит одно из самых масштабных мероприятий из жизни русского зарубежья – Ассамблея Русского Мира. Событие проводит Фонд «Русский мир», который был создан в 2007 году по указу президента России Владимира Путина. Считаю необходимым поддержать инициативу российских лингвистов о создании Национального фонда русского языка, главными критериями которого должны стать развитие русского языка в стране, поддержка программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье и в целом популяризация русского языка и литературы в мире. Визитной карточкой фонда стало проведение Ассамблеи Русского Мира. Ежегодно гостями и участниками мероприятия становятся сотни наших соотечественников со всего мира. Известные государственные общественные деятели, представители культуры, искусства и духовенства, преподаватели русского языка и литературы, представители русскоязычных СМИ, активисты молодежных и студенческих организаций, всех их, независимо от национальности, гражданства и вероисповедания, объединяет любовь к России, искренний интерес к ее культуре и истории. Не было бы православия, не было бы многонациональной и великой России, не было бы русского мира, потому что в этом бы русском мире, как и в России, иные чувствовали бы себя очень неудобно. В рамках ассамблеи проходят дискуссионные площадки, где обсуждаются вызовы и перспективы пространства русского мира. В различных сферах, например, как преподавать русский язык в цифровую эпоху, в чем секрет успеха продвижения культурно-гуманитарного контента в сети, как сохранить историческую правду и память о Великой Победе и многое другое. И когда бываешь на ассамблеях, когда общаешься с нашими соотечественниками, с теми, кто интересуется Россией, живет Россией, пропускает Россию через свою душу в разных странах земного шара, всегда чувствуешь то, что многие еще не чувствуют 4 ноября. Стоит вопрос, что это за праздник народного единства. Вот здесь, в этом зале, на ассамблеи, мы прекрасно чувствуем и понимаем, что такое наше народное единство. В этом году из-за эпидемиологической ситуации в мире ассамблеи впервые проходят в виртуальном режиме. Главная тема «Русский мир онлайн» предполагает обсуждение вопросов, связанных с преподаванием русского языка, продвижением и поддержкой истории культуры России в условиях появления новых информационных технологий, развития сетевых информационных ресурсов. Это, конечно, особый режим, потому что у нас не будет так много времени пообщаться и в кулуарах ассамблеи, и на других площадках. Но, с другой стороны, режим онлайн позволяет ведь неограниченному числу людей принять участие в ассамблее, задать вопросы, посмотреть на работу друг друга. И вообще очень важная функция этой ассамблеи – показать, что «Русский мир онлайн» существует. Помимо круглых столов и панельных дискуссий, гостей ассамблеи всегда ждет культурная программа. В этом году телезрители смогут увидеть премьерный показ фильма «Король неба» Иван Смирнов, посвященного летчику Асу, герою Первой мировой войны, а также совершить виртуальную экскурсию по литературно-мемориальному музею Федора Михайловича Достоевского в Санкт-Петербурге. Кроме того, участники ассамблеи смогут побывать в музее «Победы» на Поклонной горе, где пройдет торжественное открытие мероприятия и панельная дискуссия, а также в доме Александра Солженицына в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ и в других знаковых местах русского мира. Эта 14-я ассамблея русского мира, безусловно, войдет в историю как одна из самых масштабных. Благодаря онлайн-формату удастся объединить весь многонациональный и многоконфессиональный русский мир.